Мы не допускаем, что Бог может быть Личностью. Вот в этом вся заглушка. И у Личности есть имя. Иисус, допустим. Аллах там и так далее. Понимаете? То есть у Бога есть разные имена. Почему? Потому что у людей есть разные отношения с Ним. И люди, большинство людей уверены, что только мои отношения с Ним правильные. И Бог это только вот так. А так вот не Бог. Но можно разобраться, так это или нет. Потому что веды говорят, давайте проанализируем. Есть признаки. Допустим, Бог один. Это факт. Но отношения Он строит со всеми разные. И есть признаки присутствия Бога. Священное Писание, которое не разрушается тысячелетиями. Не можно, невозможно разрушить. И ведет за собой людей. Первый признак присутствия Бога. Его это Священное Писание принес необычный человек. Он показал, доказал всем свою необычность необычными деяниями. Два. Это Священное Писание. И этот путь делает людей святыми. И описывается жизнь, жизнеописание этих святых, что они действительно были святыми. Это признак того, что это от Бога. Три. Каждое направление веры дает особые, необычные отношения с Богом, которые нигде нельзя встретить. Допустим, я когда вижу, как суфи танцуют, вот, кружатся. Это нигде не увидишь больше. И это их настроение. Больше никто не может так чувствовать Бога, как они. Или, допустим, как, допустим, крестьяне, вот, поют о Боге. Вот у них такое скорбное пение, такое чистое, возвышенное. Это больше ты нигде не увидишь, только там. Это особое, необычное отношение с Богом. Это признак контакта с Богом. То есть, вера создается для того, чтобы создать необычное, глубокое чувство любви, которое имеет свое какое-то особое настроение. И вот для этих особых настроений созданы разные веры. Кому что, допустим, хочется могущество Бога испытать. И тогда Бог предстает перед ним, как Аллах. То есть, могущественно, говорит Аллах Акбар, Он велик. То есть, человек становится бесстрашным, сильным, влиятельным, могущественным. И такому человеку даже разрешено несколько жен иметь. Потому что он хочет такие отношения с Богом строить. Он хочет быть сильным, могущественным. И поэтому эти люди, они обретают бесстрашие. Они даже смерти не боятся. Такого влияния Бога. Но если они это используют против людей, тогда им не помогает вера в Бога. Приходится идти в ад за это. Понимаете, да? Другой вариант. Человек, допустим, любит Бога, как того, кто жертвует себя всем. Кто смиренный, кто сострадательный, кто самопожертвенный, бескорыстный. Хорошо, тогда Бог предстает уже по-другому в виде Иисуса Христа. И человек ему поклоняется в этом образе. Понимаете? То есть, Бог один, но разные образы. И люди в основном не сильно развиты для того, чтобы это понять. Они в основном считают, что Бог только в моей вере есть, только в моей традиции. И все остальные заблуждаются и начинают воевать, ругаться с ними. Это признак, ну что, верующий человек? Верующий, чистый, чистый, возвышенный, возвышенный, святой, может быть даже святой. Но неразвитый в более широком представлении о Боге. И это проблема. Особенно в наше время, когда все, ну, когда нет монокультуры. Вот сейчас в мире нет монокультур практически. Даже Турция, там Иран, Ирак, где были монокультуры, они уже разбавляются очень быстро. Поэтому люди должны учиться признавать, что Бог есть в других традициях, чтобы сохранить мир на земле. Раньше не было это так актуально, сейчас очень актуально. Итак, кто такой Бог и как с Ним строить отношения, это ваш личный выбор. Прийти к этому непросто. Сначала вы поймете, что Он есть и что Он счастье. Потом вы поймете, что Он все-таки где-то и как-то. Потом вы поймете, что Он кто-то. То есть это требует времени, развития. И только когда человек приходит, уже в развитое состояние, он принимает веру какую-то. Вера это не... Знаете, как в мультиках показывают, вот там эти... Мультфильм, этот... Ледниковый период. И там вот такой танец есть этих. И они все одинаково все делают такие. И часто люди, верующих людей, воспринимают, как таких зомби, которые вот все делают все одинаково, как эти. Вот. Это неправильно. Вера предназначена для образования. Цель любой религии это образование, как строить отношения с Богом. Вот в этом цель. И ты можешь не носить никаких одежд особенных. А просто вот ты получаешь это образование, и оно тебе помогает строить отношения с Богом. Вот это и есть вера. А все остальное это вторично. Хочешь носи одежды, хочешь не носи. Вера превращается в культуру. Когда люди живут на одном месте каком-то, они верят в Бога. У них культурные традиции. И культурные традиции рождают способ поведения, мышления, отношений. Вот, допустим, взять, допустим, вот здесь это место. Оно основано на культурных традициях. И ты не можешь это не принять. Если ты это не принимаешь, здесь у тебя ходу твоей жизни не будет. Вот, допустим, человек в мусульманскую страну приехал, и он не уважает культуру мусульманскую, означает веру. Да не может он там развиваться нормально, хоть что вы мне скажите. Он должен уважать эту веру сначала, потом культуру этих людей начать уважать. А то после этого у него там нормальная жизнь будет. Иначе он никогда там не будет нормальной жизни у него. Никогда. В Россию человек приехал, ему надо христианскую культуру уважать. Веру этих людей уважать, которые здесь живут. И только после этого у тебя что-то здесь пойдет нормальная жизнь. Это знаете, с чем сравнивается? Это сравнивается с тем, как собака принимает своих и чужих. Вот смотрите, допустим, взять собаку, да? Так и энергия власти действует. Вот, допустим, вы никогда не приходили домой к другу, но вы его очень любите. Это ваш друг. И перед вами его собака злая. Ну, гавкать любая собака будет, это понятно, это ее долг. Кусать она вас будет или нет? Вы друг, вы любите этого человека. Она будет вас кусать? Нет, потому что вы не чужой, вы свой. Свой означает любить человека. Точно так же человек, если он культуру любит, то его никто, ни милиция не покусает, никакие другие структуры власти, потому что они чувствуют, что свой человек, свой. Они только чужих кусают, понимаете? Ну, напедокурил, как бы накажут, но вот просто так, только если чужой. Это культура. А есть еще национальные традиции. Национальные традиции основаны уже на вере и культуре. И эти традиции, они упрощают жизнь. Допустим, человек говорит, у меня такая традиция, поэтому я, допустим, такой-то веры. Он говорит, я, допустим, таталин, поэтому я мусульманин. И по-другому быть не может, он так говорит. По-другому быть может. Можно любую веру выбрать любому человеку, любой, как бы, нации, нет проблем. Но так лучше. Вот если ты татарин, все татары и мусульмане, вот так тебе будет лучше жить. Тебе легче будет общаться. Вот эта вера для тебя проще. Но если человек не может, вот ему хочется другую веру. Ну, ради Бога, будет сложнее, но тоже можно. Бог не запрещает. Понимаете? Это индуизм уже. Это из лона индуизма пришла вера. А все секта. Все секта. Секта это группа людей, которые верят как-то по-своему. Да все секты. Вот смотрите, допустим, христианство началось, допустим, как секта. Они были изгои, то есть. Да ладно, прекратите. Сейчас культура целая, христианская, как бы. Мусульмане тоже, когда они начали вот поклоняться Богу, когда пришел Мухаммед, их не принимал никто, как, ну, какая-то вера, культура. Они говорят, вы что, вероотступники, вы как бы предаете традиции своих предков. Им говорили. Их даже мучили там за это, понимаете. Но Мухаммед пришел для того, чтобы дать что-то новое, прогрессивное. И потом мусульманство распространилось по всему миру, перестало быть сектой. Уже все знают, что это, как бы, правильная традиция. Вот. Точно так же веды. Они тоже, они пять тысяч лет назад пришли на землю. И тоже, как бы, не все принимали сначала, потом приняли. Если уж говорить о сектах, то секта означает, что люди делают несколько вещей. Первое. Они ненавидят другие духовные традиции. Это признак сектантского мышления. Ненависть к другим традициям. Только наша хорошая, все остальные грешники. Вот это чистая секта. Второе. Если уж говорить о таких извращенных уже понятиях секта, ну, извращения уже пошли, то дальше идет следующее. Все брось, брось жену, брось свою квартиру, отдай Богу и предайся. Живи, как монах, забудь свою жизнь мирскую, как бы, и предайся. А вот тебе представитель Бога, и он твой господин, а ты его раб. Вот это уже секта. А? Это бизнес. Это факт, что это бизнес, но вот это, если вы говорите секта, то вот так. Начинается сектантское мышление с ненависти к другим верам. Вот это признак секты. Вот. Она заканчивается вот тем, что человек теряет себя как личность. Его начинают эксплуатировать, вытягивают с него деньги, заставляют бросить жену там и так далее. Это сектантство. С этим надо бороться. Или, допустим, вера начинает использовать религиозное знание с целью политики. Вот, допустим, человек читает лекцию о духовной жизни, все правильно, сохраняя семью, и т.д., и т.п. И так потихонечку людям говорит, что власть – это ерунда, надо ее свергнуть там и так далее. Это тоже секта. Потому что когда в настроении желания любить Бога люди используют с целью разрушения того, что есть, культуры, власти и так далее. Это чистая секта. Так нельзя делать. Надо любить культуру тех людей, которые здесь происходят, есть, которая сложилась уже тысячелетиями. Надо власть уважать, поддерживать ее. А религиозное знание духовное нужно использовать, чтобы людям помочь жить нормально. А куда они пойдут дальше – это их выбор. Если ты тайком как бы тянешь людей в свою веру – это тоже неправильно. Это насилие. Даже Бог не тянет людей в свою веру. Он дает выбор всегда. А если человек потихонечку как бы тянет – это насилие. И этого никогда нельзя делать. Это вызывает протест у всего общества, у властей и так далее. Но это фанатизм есть у всех верующих. Каждый хочет к себе притянуть. Но мы должны все равно учиться уважать культуру, веру других людей. Я за 20 лет чтения лекции понял одну вещь очень глубоко. Что лучше, если человек остается в своей вере. Не меняет ее. Что лучше. Это лучше для всех, кстати. Для всех. Даже когда человек приходит в другую веру, он там тоже больше большой пользы не приносит. Что он бросил свою, он и там будет тоже вредительством заниматься. Свою бросил и эту бросит тоже. Он будет метаться и везде все разрушать. Вот если человек атеист, то он постепенно становится верующим, ведет какую-то веру. Это нормальный путь. Но если он выбрал веру, надо оставаться в этой вере. Если выбрал жену, оставайся своей женой. Если выбрал страну, живи в своей стране. Исключения бывают. Но они приносят всем беспокойство. Человек эмигрантом стал, выносит всем мозги. Ему выносят мозги и постоянные проблемы. Жену бросил, опять проблемы. Веру поменял, опять проблемы. Сам себе создает проблемы, потому что он не знает, как правильно жить. Если вы говорите, я в своей вере не могу получить знания. Это значит, что вы никогда и не пытались. В каждой вере есть знания. Иначе зачем ей было существовать? Если вера существует несколько тысяч лет, значит, она имеет знания. Просто ты не умеешь получать в ней знания. Это уже другой вопрос. Твои проблемы. Так ради Бога изучайте все. Это у нас есть примеры. Лев Толстой такой пример. И, конечно, были противники против его такого подхода. Но он был очень прогрессивный человек. Он все веры изучал. Везде брал самое лучшее. Сурожский, допустим, Антоний. Современник уже. Он изучал все веры. Один, допустим, человек ругал веды. Вот Сурожский написал письмо, что вот это плохо, там, туда-сё. Вот. Ну, тот ему в ответ написал высказывание. Где это, в каких священных писаниях наших вот это высказывание? И ему тот друг написал, это вот отсюда, это отсюда, это отсюда. Он ему ответил. Дал ссылки. А Сурожский ему в ответ написал письмо. А вот это Бхагавадгита, а вот это у Панишады. То есть он мне высказание из вед прислал. И тот понял, что везде одно и то же. Он ему говорит, так это наше высказание. Тот говорит, вот именно, что там то же самое, что и здесь. Всё. Есть какие-то особенности. Это факт. Ну, для этого люди выбирают свою веру, чтобы им тебе особенности больше нравятся. Но суть одна и та же. Не убей, не бросай жену, люби Бога, будь честным, там, и так далее. Все заповеди одинаковые везде. Просто культуры разные, разные способы восприятия. Кто-то любит, человеку надо танцевать, чтобы Бога понять. Кому-то надо на коленях стоять. Кому-то нужно каяться, там, кому-то в цепях ходить. Там все по-разному. И всё это хорошо.